Никола Тесла говорил, если вы хотите постичь тайны вселенной, то вы должны научиться мыслить категориями энергии, чистоты и вибраций. Как думаете, что имел в виду великий изобретатель? Когда я задавал этот вопрос студентам, они также, как вы говорили, общие слова об энергии, но никто не понимает до конца это послание. Как вам наверняка известно, существует дуализм проявления энергии в нашем мире. В чем дуализм? В том, что свет, энергия может вести себя и как частица, и как волна. И это преподносится как величайшая загадка для ума. Но ведь если понимать, что такое волна и что такое частица, то даже простая морская волна очень наглядно демонстрирует этот дуализм. Ну вот перед вами одновременно и волна, и капли частицы, образующие вещественную часть волны. Верно? Верно. Нет никакого противоречия в дуализме. И нет ничего проще, чем понять это. Так что же такое имел в виду Тесла? А вот это самое интересное. Он прямым текстом говорит, что если вы хотите понять более серьезные законы Вселенной, законы макрокосма и микрокосма, коими является человек, то есть мы с вами. Так вот, если вы хотите проникнуть действительно великую тайну, вам надо мыслить категориями энергии, частоты и вибраций. Вам надо взять эту сторону дуализма и вооружившись ею разгадать строение Вселенной. Вам надо отбросить вещественную корпускулярную модель. А что у нас является частицей физики? Правильно, квант. Сам термин квант употребляют для обозначения частиц или квазичастиц. Например, фотон – это квант, частица электромагнитного поля. Фанон – звуковая частица. Гравитон, например, гравитационный квант, частица. А что мы сейчас с вами слышим из каждого утюга? Правильно, мы слышим слово «квантовый». Из него уже сделали симулякр – форму без содержания, обозначение без смысла. Вы наверняка слышали про квантовое сознание и квантовое мышление. Верно? Верно. То есть термин позаимствовали из квантовой физики, не вдаваясь в подробности. Прискорбно, конечно, но мы немного отвлеклись от темы. Итак, сосредоточимся на категориях энергии, частоты и вибрации. Вооружаемся знанием, идем дальше. Что такое вибрации? Это вы тоже знаете. Вибрации – это колебания относительно нейтрального положения. Это движение к крайним точкам, к противоположным значениям. Задумайтесь об этом. Вибрации – это смена положительных и отрицательных воздействий. Это та самая инь-ян доктрина. Получается, что волна и помогает, и мешает. То есть воздействует то положительно, то отрицательно. Но с определенной периодичностью. Период между двумя крайностями, между инь и ян, является циклом. И они, циклы, определяют поведение и движение Вселенной. И, конечно, циклы определяют поведение и движение человека, как микрокосма, как микровселенной. Из взаимодействий циклов макрокосма и микрокосма, человека и Вселенной, рождается и умирает будущее. Рождается и умирает энергия и материя. Положительная фаза порождает, отрицательная фаза убивает. В этом было бы просто разобраться, если бы циклов было несколько, но их бесчисленное множество. Их порождают и сами люди, и окружающая нас Вселенная. На нас с вами воздействуют длинные солнечные циклы, циклы лунные, суточные. Суточные, кстати, определяют наши внутренние циркадные ритмы, выработку серотонина, эндорфина и так далее. Да что там солнце и луна? А времена года? А холод, жара? А давление? А влажность? Мы все с вами метеозависимые. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. И это нормально. Внешние циклы, внешние колебания влияют на нас. Хотим мы этого или не хотим? И тадам! У нас есть свои внутренние циклы, свои внутренние колебания. Это периоды активности органов и систем. Например, сердечный ритм. Самый главный ритм. Каждый орган, кроме сердца, в том числе, активен и пассивен со своей периодичностью. Хотим мы этого или не хотим? И на эту периодичность мы повлиять с вами не можем. Единственное, что в нашей власти, это ритм дыхания. И дыхание – это ключ к нашему сознанию, к нашему здоровью. В описании к этому подкасту я указал ссылку на телеграм-канал «Дыхание». В этом канале я собрал все или почти все техники дыхания для здоровья. Подключайтесь и дышите на здоровье. И хотите, я дам вам практический совет применения дыхательной техники. Например, что делать, если у вас, не дай бог, паническая атака? Итак, вы должны понять главный принцип дыхательных техник. Этот принцип – искренность перед собой. Себе не врите. То есть, вы должны быть психофизически конгруентны сами себе. Вот в том случае, если вы испытываете паническую атаку, то и дыхание у вас должно быть соответствующим. То есть, глубоким и мощным. Но во время атаки вы боретесь с собой и убеждаете себя, что это ненадолго и сейчас пройдет, и что надо изо всех сил сохранять спокойствие и так далее. А паническая атака – это резкий выброс энергии. Ее энергию надо выплеснуть и ни в коем случае не сдерживать. Иначе поток разрушит плотину, которую вы старательно создаете. Дышите глубоко и мощно. Осознавайте, что через вас проходит сейчас гигантская энергия, способная на великие космические трансформации. Не вы породили эту энергию. Не вам ее и поглощать. Вы почувствуете, когда поток уменьшится и, наконец, полностью иссякнет. Тогда и дыхание замедлится и станет более поверхностным. Поздравляю! Вы победили свою паническую атаку, потому что не боролись с ней. Продолжение следует...